Новый месяц, новое никуда не идущее обсуждение на тему сложности в видеоиграх. Некоторые вещи в этой индустрии просто не могут состариться, даже если стоило бы уже на самом деле. Вот серьезно, по-моему, никакая другая тема, на моей памяти во всяком случае, не разделяет потребителей видеоигр на своих и чужих настолько сильно. И ладно, когда этим занимаются игровые журналисты, они клоуны, с ними все понятно. Они своими, ну когда-то были, может быть, лет 15 назад, но последнее время как-то не получается, по причинам, о которых я постоянно говорю, у меня есть даже тематическое видео. Но совсем другое дело, когда к этой теме подключаются сами разработчики, ребята, которым стоило бы нанять себе нормального сммщика, а не давать Тиму Шаферу доступ к клавиатуре, кроме как для того, чтобы находить что-нибудь. Нет, я, конечно, не маркетолог профессиональный, откуда мне знать, да, но есть у меня в голове такое представление, что если вы являетесь компанией-производителем некоего продукта, то последнее, что вы хотите, это антагонизировать свою собственную аудиторию, общаясь с ней как с конченными дебилами. Может быть, когда вы являетесь компанией-производителем видеоигр, наверное, вы не хотите называть свою аудиторию злыми геймерами торговая марка, Double Fine этого бы не сделали, но они подошли довольно близко. Знакомое чувство, понимаю, некоторые из вас очень близко подходят к тому, чтобы подписаться на канал Культа с живьем, а потом этого и не делают, не понимая, может быть, что этот канал очень-очень сильно помогает развиваться. Красная кнопочка справа снизу находится, нажимаем прямо сейчас и на колокольчик на все оповещения, потому что на рекомендации рассчитывать не всегда получается, а так, ну хоть какой-то результат. Вообще, вот абсолютно без иронии, я нахожу тему сложности в видеоиграх и того, какой ее задумывали сами разработчики, довольно интересной. Правда, мне кажется, не по тем причинам, по которой ее находят интересные любители мемов про Дина Токахаши и туториал Капхеда, к которому мы сегодня еще вернемся, скорее всего. Я люблю обсуждать ее с немножко другой позицией. Когда я вижу новости, поступающие нам три дня назад в духе того, что в Психонавтах 2 будет режим неуязвимости, и это не вызывает у меня какого-то гнева. У меня они начинают на автомате бомбить от того, что клятые издатели прогибаются под игражеров, которые в игры играть не умеют, и под СЖВшников, которые наверняка тоже во всем этом задействованы каким-то образом. Я думаю немножко про другое. Меня больше интересует противостояние задумки людей, которые игру сделали, и потребителей. Что они подразумевают под фаном? Во что им приятнее играть? И вопрос этот довольно сложный, потому что обе стороны в нем в какой-то степени правы. Я помню, когда эти обсуждения особо сильно разгорались пару лет назад, когда только выходила Секира, и, естественно, профессиональные игровые журналисты все в одну рыло писали про то, что изи мод совершенно не помешает, нужна легкая сложность. Если я выбираю проходить игру так, то есть без какого-либо челленджа, задуманного фром-софтвером, то это мое решение, я как клиент должен иметь такую возможность. С чем я с какой-то стороны даже могу согласиться, потому что да, если вы получаете удовольствие от игры вот таким вот образом, я не могу указывать вам на то, правильно это или неправильно. Нету какой-то универсальной шкалы измерения фана. Фан для каждого человека свой уникальный. Но с другой стороны, есть изначальная задумка. Есть способ, которым вы по задумке разработчиков игру проходить должны. Это челлендж, который она вам бросает, да и то, каким образом вы с этим челленджем будете справляться. Представим на секунду, что при прочих равных условиях этот челлендж имеет только там какие-то определенные изначально задуманные решения своего прохождения. Вот этот вот опыт, который разработчики хотят вам предоставить, не является ли он более ценным, чем тот опыт, который вы хотите получить, подгребая системы под себя? Потому что, ведь это же может стать чем-то новым, чем-то уникальным, чем-то, что вы не знали, что вам нужно, а потом вы разберете и любите это дело. В конце концов, само понятие сложности кардинально разнится от человека к человеку. Когда секира была актуальная, ее сложности обсуждали все, кому не лень. И я тоже обсуждал, но с другой стороны. Я говорил, что она не особо-то и сложная на самом деле. Во многом она гораздо проще других игр, которые From Software делали. Тебе просто нужно понять, что она от тебя хочет. И как только ты понимаешь, как только у тебя в голове что-то щелкает, в этот момент она моментально превращается в ритм-гейм, который проходится буквально на одном дыхании. Но у меня, во всяком случае, так было. В то же время я нахожу сложным что-то в духе экономических симуляторов. Когда тебе нужно следить за цифрами, тебе нужно правильно отстраивать здание, в какой-нибудь условной городостроилке минмаксить налоги и всякие такие вещи делать, у меня просто не хватает на это внимания и ноу-хау в какой-то степени. У меня начинает болеть голова, я просто ставлю все куда ни попадя, потому что мне кажется, что это выглядит прикольно. И вот так как-то исторически сложилось, что люди очень не любят договариваться о терминах и слушать друг друга, когда спорят, если только у них нету какого-то ординатора, который заставляет их друг друга слушать. И поэтому дискурс о сложности в видеоиграх не унимается уже... Сколько лет прошло с тех пор, как Дин Токахаша не мог туториал в Капхеде пройти? Какого он года был, я забыл? 17-го года. Довольно долго, я бы сказал. Все, конечно, помнят это легендарное видео, где замечательный игровой журналист не может понять, что кнопки прыжка и кнопки дэша можно нажимать более-менее одновременно, а не одна за другой и с промежутком примерно в секунду. Все мы, конечно, посмеялись в тот момент, но, как обычно, бывает с мемами в интернете, иногда они заходят слишком далеко. Я из всех людей это должен знать как никто другой. И да, определенно шутить про то, что видеоигровые журналисты не умеют играть в видеоигры, в случае, когда все понимают, что это разница от человека к человеку, и всех под одну гребенку. Подметать это, может быть, не совсем правильно, если, конечно, речь не заходит о том, насколько издание продажное, и вот тут уже на более корпоративном уровне подгребать вполне себе можно, но все-таки отдельные игроки, они в чем-то хороши, в чем-то плохи. Но знаете, что еще более весело? Весело наблюдать за тем, как печатная игровая пресса пытается оправдаться, совершенно не понимая, за что конкретно ей выдвигаются претензии. Как, например, сегодня. 10 июля официальный аккаунт Xbox'а, издателя Double Fine'а, я напоминаю, это сейчас станет важно, написал у себя в Твиттере следующее. Пройти игру на самой низкой сложности все еще означает пройти игру. Заявление, с которым сложно не согласиться чисто по словарному определению, потому что да, каким образом ты игру не проходил, если ты ее прошел, то ты ее прошел. Вопрос тут не совсем в самом факте прохождения, а в том, считаешь ли ты это прохождение достижением. Считаешь ли ты, что ты ее не просто прошел, а прошел в большом, так сказать, в масштабном понимании этого слова. Понятие достижения у каждого свое. Для кого-то является достижением просто пройти игру так, как ты считаешь нужным, Так, чтобы тебе было весело И неважно, выбил ли ты там платину какую-нибудь Читерил ты, не читерил Если тебе это делать нравится в сингловом проекте Где ты не мешаешь другим людям, играющим рядом с тобой То это абсолютно твое право И ты можешь делать вообще все, что ты захочешь Это нормально Если ты считаешь достижением выбить платину где-нибудь В той же секире, хотя в секире платина достаточно простая На самом деле там просто гриндить надо Ну не знаю, в каком-нибудь В каком-нибудь крэшу бодикуте 4 Где она жопа вырывающе сложная Эта платина, тогда пожалуйста Ну как бы все двери открыты Наслаждаясь, чувак, это исключительно твое право Ты не становишься худшим человеком от того, что выбрал подобный путь прохождения Ты в худшем случае теряешь тот опыт, который разработчики хотели тебе предоставить Этот опыт мог тебе не понравиться А мог понравиться, ты теперь уже не узнаешь Пока не пройдешь ее так, как было задумано Как правило, оптимальный уровень сложности это нормальный Хотя от проекта к проекту зависит, конечно Что-то вроде Fallen Order какого-нибудь Там, мне кажется, ориентировка шла И балансировка, соответственно, на хард То есть на мастера, не на гранд мастера А вот именно на мастера, и потом уже остальные доделывались вокруг него Но тут можно спорить Этот, скорее всего, задумано провокационный пост Потому что это то, чем сейчас СММщики в Твиттере занимаются После того, как Венди показала, что быть мемной прикольный И привлекает к тебе внимание Все остальные бренды пошли делать то же самое Сами знаете эту замечательную историю Он привлек к себе достаточно много внимания Задача выполнена, так сказать Внимание, как вы можете понять, от двух противоборствующих сторон Которые не могут принять тот простой факт Что может быть правда стоит одновременно на двух сторонах В какой-то степени Какие противоборствующие стороны самые адекватные Какие вы можете себе представить Люди, которые, с одной стороны, пишут, что прохождение игры Неважно какой, видимо, на самой высокой сложности Это трата времени и энергии Никак иначе, очень категорично сказано С другой стороны, у нас стоят люди, которые говорят Что если вы хряснули своей рожей в тарелку супа То это все равно, что его съели, правильно? Ну, как бы одно и то же Да, в таких условиях адекватную дискуссию вести довольно сложно Я понимаю, но это лучшее, что у нас есть Вот чего я не ожидал, так это того, что к дискуссии подключится сам Дабл Файн Издателем которого Иксбокс выступает Кто-то может представить, что, может быть, отсылка была здесь к нему Потому что в Психонавтах 2, если вы вдруг не знали Будет режим бессмертия, буквальный Вы наверняка, как и я, заметили за последний год После того, как Ласту Фаст 2 очень сильно хайпануло на своих опциях для людей с ограниченными возможностями Огромное количество других проектов начало уходить в ту же самую сторону Это, видимо, по их мнению делает их более прогрессивными Привлекает больше аудитории И да, это определенно привлекает больше аудитории В конце концов, инвалиды действительно существуют И у них действительно есть ограниченные возможности периодически Ограниченный функционал рук, которыми люди обычно в игры играют ограниченное зрение Там ограниченный слух и так далее и тому подобное Я считаю, что иметь опции для таких игроков, которые хотят этим делом заняться Это абсолютно нормально и здорово Ничего, кроме как позитива, это для индустрии не делает Это хорошо, правда У вас есть опция использовать эти эффективные читы или не использовать Вы, в зависимости от того, что считаете для себя адекватным челленджем В зависимости от того, что вы считаете достижением Сами для себя принимаете решение включать их вам без надобности или нет Но, как вы уже наверняка задаетесь вопросом Между опциями для ограниченных возможностей и чем-то вроде режима буквальной неуязвимости Есть очень тонкая, едва видимая грань Которая отделяет, собственно говоря, эффективно читы Но необходимые для определенной группы людей читы Буквально необходимые От того, что забирает у игры ее истевство Что-то из-за чего изначальный, задуманный разработчиками опыт полностью теряется И даже если они сами не против Они все-таки не могут передать тебе то, что хотели в полной мере с такими вот опциями Подумаем снова о той же секире У From Software была очень четкая и очень ограниченная Но в хорошем, скорее, смысле слова идея О том, как именно нужно играть Через парирование Вы должны парировать Вы должны хорошо парировать Отбивать-бить, отбивать-бить, отбивать-бить То есть это такой своеобразный ритм-гейм получается Вы должны войти в ритм Именно когда ты, как игрок, входишь в ритм После того, как Леди Бабочка тебя долбит шестой, седьмой, семидесятый раз подряд Ты понимаешь, что, наверное, тебе нужно просто относиться к ней по-другому Не как к Dark Souls И когда у тебя это в голове щелкает Внезапно тебе становится гораздо легче И ты начинаешь получать то удовольствие Которое From Software задумывал, что ты будешь получать Но действительно ли это задуманное удовольствие Является превалирующим над твоим собственным удовольствием Представьте теперь, что в секире есть режим неуязвимости Для людей с ограниченными возможностями Для суперновых игроков Изи-мод так называемый Вам больше не нужно ничего парировать Буквально все, что вам нужно делать Это не падать в яму и просто нажимать кнопку удара Пока босс не упадет от изнеможения По большому счету Опыт от игры получается совершенно другой И да, технически так ее пройти можно Это все еще будет считаться прохождением В словарном понимании этого самого слова Но это не то прохождение, на которое они рассчитывали Не то, что было задумано Является ли ваш фан более важным, чем фан, который задумывал From Software? Ну, кто-то может сказать, что да Кто-то может сказать, что нет Мне кажется, это действительно сложный вопрос Лично я склонюсь к тому, что в большей части случаев Опыт, который задумывали разработчики Должен, именно должен Да, не всегда так Но он должен быть важнее, чем опыт, который вы хотите получить сами Как минимум потому, что когда вы получаете Пусть даже условно насильно какой-то новый опыт По крайней мере вы открываете для себя что-то новое Что-то, что может быть вы не знали, что вам нужно А то оно бац И вам начинает подходить Ваша задача, как разработчика в данном случае Сделать вот эту вот новую механику Которая людям заходит не сразу, достаточно интересный для того, чтобы они хотели пытаться с ней совладать Для того, чтобы они не хотели включать этот иземод Не хотели подключать читы Для того, чтобы челлендж, который вы им предоставляете Был достойным их внимания и времени, которое они на этот челлендж потратят Ну, а потом у нас уже есть, конечно, ограниченные возможности Которые чисто физически не могут некоторые челленджи преодолеть Но это уже немножко отдельная история Что касается режима неуязвимости Ну, на мой взгляд, это убирает из игры Самый основной челлендж Потому что как вы можете чувствовать себя победителем Если вы не можете проиграть Я вот, например, не могу себя победителем В такой ситуации чувствовать Поэтому я подобным режимом пользоваться не буду Но в то же время я не буду ограничивать Желание человека пользоваться им, если он существует И вот вы спросите себя, как именно Double Fine решили преподнести эту новость? Самым правильным образом, да Они решили пожаловаться на то, что геймеры торговая марка снова ноют не по делу Я уважаю Тима Шафера за его вклад в индустрию Он действительно не последний в ней человек И на него периодически стоит обращать внимание Когда он пытается показать какой-то новый интересный продукт Но черт меня дери, если он иногда не выставляет себя Как Джон Кейт Роулинг от мира видеоигр Потому что у некоторых людей нужно просто забрать телефон Ну, в принципе, ладно, я преувеличиваю немного Тим Шафер, наверное, не самый громкий, не самый горячий тейковый представитель индустрии И титула Джон Кейт Роулинг Он, может быть, не заслуживает так, как кто-нибудь еще, кого вы можете придумать Но все-таки иногда бывает с ним Ну, заносит человека, заносит А в данном случае, может быть, занесло и СММщика Дабл Файна Я точно не знаю Просто, ну, что-то вот в этом языке, которое они используют, похоже на то, как он обычно себя изъясняет Если вы пройдете Психонавтов 2 с режимом неуязвимости, вы все еще пройдете Психонавтов 2 Могу согласиться с этим Мы уже объяснили, почему термин прохождения и термин достижения, это немного разные вещи Но ладно, пока что фактически все правильно Цитата открывается О, извините меня, я тут только что прошел некую гипотическую игру под названием Меч, чувак, серьезное время и не получил урон вообще Но хитран только что на хардмоде провернул И если вы этого не сделали, то я вас не уважаю И вообще, можно ли давать какие-то комментарии по теме Если у вас нету алмазного ранка и 400 тысяч ммара в доте И в шуте Макблеме еще одна гипотетическая игра А я так не думаю Крут, чувак, отвечает как бы Double Fine на это замечательное соломенное чучело Очень круто, ты такой крутой Но вот опять, опять эти клятые геймеры начинают высказывать свое никому не нужное и заведомо неправильное мнение Как им нужно ответить? Конечно, самым достойным образом Нужно извратить их слова и выставить их дебилами, которые не могут связать два слова в предложение Это делает вас очень взрослыми в интернете, я имею ввиду Молодцы, Double Fine, very cool Нет, как бы, может я не прав, я уверен, что авторитетные сммщики сейчас зайдут в чат и пояснят мне почему Но, по-моему, когда вы являетесь компанией-разработчиком видеоигр, может быть не издателем, но все-таки компанией-разработчиков Вы не хотите писать вот это Вы не хотите жаловаться на то, что ваша, в том числе аудитория, имеет какое-то мнение и считает одни достижения лучше, чем другие достижения В конце концов, сторона баррикад, на которую вы сейчас работаете, очень часто высказывает буквально то же самое, просто противоположность Они говорят, что все, кто ратуют за высокую сложность, кто говорят, что высокой сложности есть какая-то ценность Они по дефолту не правы, их не нужно слушать, и вообще они не целы, которые только в игры играть умеют Не то, что мы, настоящие игроки, которые не особо всем этим делом интересуются, видимо Я имею ввиду, и там, и там стороны не правы до конца В чем-то права, в чем-то нет Всегда получается срач, когда обе стороны в чем-то права, а в чем-то нет Ну так уж вышло Обидно немножко такой язык слушать от не самой плохой студии, в конце концов Особенно учитывая то, что буквально следующий коммент вполне себе адекватный Все люди заслуживают наслаждаться играми, тем более, если они заплатили за них деньги Не важно, какой у вас возраст, не важно, какие у вас возможности, не важно, какие у вас потребности Это постоянный, постоянно идущий вперед процесс в индустрии Это челлендж, который мы пытаемся решить Как сделать так, чтобы все возможные категории людей могли играми наслаждаться В конце дня, что важно, ну, важнее всего то, чтобы вам было весело Чтобы вы получили какой-то опыт и чтобы история повлияла на вас в какой-то степени И не важно, как именно вы этот опыт получите, на каких условиях Тема, опять же, сложная, но я, по крайней мере, могу понять такую позицию Мне кажется, что термином accessibility очень безалаберно разбрасываются Не особо понимают, что именно он должен означать Accessibility, доступность имеется в виду в переводе на русский Это возможность пройти игру Допустим, что вы человек без ограничения возможностей Что вы просто обычный чувак, там, не важно сколько вам лет Ну, допустим, вам там лет словно 50 И вы ни разу до этого в видеоигры не играли Потому что жизнь у вас так сложилась Вы все еще дееспособны, у вас все еще работают руки У вас все еще есть какие-то рефлексы Даже если вы уже относительно старенький Но какие-то рефлексы у вас есть Что именно является для вас в игре недоступным? Вы можете пойти в магазин и купить ее Вы можете пойти купить консоль Вы можете вставить диск в консоль Можете ее установить, запустить и начать проходить ее Да, вы определенно встретите челлендж Но он не будет для вас недоступным Если только у вас реально нету вот какой-то механики в голове Которая не дает вам этот челлендж преодолеть чисто физически Что, ну, зачастую не совсем так Другой вопрос, что вы не хотите этот челлендж преодолевать Что вы считаете его недостаточно веселым для себя Вы не получаете от него удовольствия Это абсолютно справедливо Но именно accessibility, доступность Это не тот термин, который вы хотите использовать Игра вам доступна, и челлендж вам доступен Вы просто не хотите этой доступностью пользоваться Но с другой стороны, когда подобные опции защищаются Не вот этими клятыми геймерами А настоящими игроками, хорошими людьми Почему-то они всегда используют именно термин доступность В том плане, что для них, видимо, без режима неуязвимости Игра была недоступна, челлендж для них был недоступен Я не понимаю, если честно, что они имеют в виду Доступна для кого? В каком смысле доступна? Что они под доступностью подразумевают? Возможность игру пройти, при этом не прикладывая усилий? Опять же, хорошо, если вы не хотите усилия прикладывать, это ваше право Но это и ваша ответственность Не нужно называть словом, которое не отражает содержание Вещь, которая не отражает содержание слова Нахай, вы думали, что неумение толковать слова остановит видеоигровых журналистов? Мальчики и девочки, вы недооцениваете силу их профсоюза Да, их не берут в настоящий журнализм Но, с другой стороны, какая разница, когда ты зарабатываешь 100 тысяч долларов в год на Изи в любом случае, не так ли? Майкрософт призывает установить клятый мем Get Good Это не совсем то, что они сделали Они просто написали провокационный пост для того, чтобы потом вы на основе их поста Начали писать статьи и обращать внимание на их продукт Психонавты 2, который выходит уже в августе Кто-то даже может предположить, что это была такая продуманная и актуальная по текущим меркам И по тому, как именно работает СММ в интернете рекламная кампания Но я понимаю, это сумасшествие абсолютно Никому такое в голову прийти не может Это я просто с ума сошел Прошло уже 4 года С тех пор, как один из самых отвратительных мемов в истории интернета Начал заполонять с собой все уголки этого самого интернета Толпа так называемых Get Good'овцев Видимо, имеется в виду, что это произошло после того инцидента с Дином Такахаши Который Капхэт, по-моему, так и не обозрел Но это, естественно, не помешало никому над ним смеяться До тех пор над ним смеются Бедный чувак, мне его даже жаль немножко Они начали заправлять интернетом Они начали искать везде В любой игровой журналистике особенно Потому что, ну, не только же у блогеров это ищут Я вам так могу сказать, что ищут Как только ты попытаешься что-то постримить И не заметишь, что совершил какую-то ошибку Моментально на тебя набросится только так И вот эти клятые Get Good'овцы начали следить за абсолютно любым Малейшим признаком слабости в видеоиграх Моментально же наказывая его Воспринимая это как какую-то персональную атаку Именно когда Dark Souls 3 был на пике своей популярности И Капхэт еще, который тут, конечно же, вспоминается Это был такой своеобразный идеальный шторм Для того, чтобы вести себя как конченый Я могу согласиться с тем, что иногда Мемы в комьюнити заходят чуть-чуть слишком далеко И становятся уже не такими смешными Как они были 50 тысяч раз назад Но, как бы тебе сказать Игровая печатная пресса в Катаку Претензия, которую игроки предъявляют тебе Профессиональной печатной прессе Она заключается не совсем в неумении играть в игры Это скорее последствия Нежели первопричина Это скорее повод, я бы даже сказал Настоящая причина заключается в том Что вы, очень часто не умея играть в игры Как показывают многие записи геймплея Вы при этом являетесь профессиональной прессой И самопровозглашенными критиками Имеющими не власть Потому что печатной прессы Фактической власти никакой нету над игроками У них есть почему-то власть только над издателями Я не знаю, если честно, почему Вот они на них ориентируются Потому что еще никак не могут переключиться на ютуберов Которых люди реально слушают Ну и на твичерских стримеров, соответственно, правильно будет сказать И мало того, что вы называете себя критиками Так вы при этом еще и получаете зарплаты от своего профсоюза Несоразмерно большие вашим реальным заслугам зарплаты Ну как бы давайте называть вещи своими именами Это не очень хорошо Это не очень правильно и не очень честно Я сам, автор статьи, лично испытал на себе гнев геймеров Торговая марка, когда публиковал статью На Rock Paper Shotgun о том, что Играм не помешала бы кнопка пропуска боссов Если у вас возникает такое желание Моментально Гитгудовцы обрушились на меня со всем своим гневом Начали говорить мне, чтобы я стал гитгудным Что я игровой журналист, который не умеет играть Видеоигры Но естественно, всем очевидно Очевидно Другими словами нужно сказать Что это была координированная атака Обиженных маленьких мальчиков Для которых единственный источник гордости Это уметь играть в видеоигры И они боятся даже выслушать такое безобидное предположение А да, мальчики и девочки Именно так профессиональные видеоигровые журналисты В 2021 году и выглядят Это люди, которые ненавидят свою собственную работу Которые ненавидят вас Которые не понимают, на какую аудиторию они работают И всячески пытаются эту аудиторию от себя отстранить Не дай бог вы окажетесь чем-то недовольны Как вы посмели? Как вы посмели говорить профессиональному видеоигровому печатному журналисту Что он в чем-то не прав Что его идеи не настолько хороши И не настолько непоколебимы, какими он их считает В каком-то смысле, когда мы говорим про сложность в видеоиграх Работа игрового журналиста Она безблагодатна и не имеет выигрышной ситуации в 100% случаев Потому что для каждого человека уровень сложности подходящий Будет немножко разный Да, вы никогда не можете рассчитывать на то Да не только у печатной прессы Это у всех игровых критиков то же самое происходит Вы никогда не можете наверняка знать Получите ли вы те же самые эмоции от прохождения Как человека, обзор которого вы слушаете И именно по этой причине Многие начинают привязываться к определенным блогерам Потому что когда вы понимаете, что в большем В большем количестве случаев Его опыт совпадает с вашим То вы, соответственно, с большей вероятностью можете говорить Что и вот в этом новом уникальном случае Он тоже будет совпадать Может быть не гарантированно Но хотя бы с какой-то вероятностью Уже неплохо Но мне все-таки кажется, что должен быть какой-то общий уровень Такой вот базис В рамках которого критика может работать более-менее стабильно По-моему, такой хороший уровень Это нормальный уровень сложности Это уровень сложности, вокруг которого зачастую Разработчики строят свой игровой опыт Вот так, как они задумывали изначально Для подавляющего большинства игр это правда И мне кажется, что для того, чтобы говорить о том, какой игровой опыт ты получил Естественно, с помарками о том, что ты еще не прошел до конца О том, что тебе стало скучно в какой-то момент Все помарки, которые ты считаешь нужными Ты, пожалуйста, туда вставляй Это исключительно твое право Но ты должен игру пройти на задуманном уровне сложности Который, как правило, является нормальным Это более-менее всех уравнит Это более-менее даст человеку, который тебя смотрит или читает Понять, какой опыт он с большой вероятностью может ожидать Мне кажется, что это достаточно хороший такой middle ground Как у нас в русских деревнях говорят Я, конечно, люблю формулировки, которые печатная пресса иногда использует Когда совершенно точно не пытается обрисовать определенную группу людей В невыгодном для нее свете Выясняя за то, что некоторые отдельные геймеры торговая марка Начинают использовать аж фобные высказывания Понимаете, фобные слова оскорбительные Начинают использовать Когда некоторые цитаты приводят, которые я не буду отдельно цитировать Но, скажем так, они пытаются выставить определенную группу людей Как активных участников дискуссий На которых кто-то смотрит с серьезным лицом и всерьез же их воспринимает Что ни один адекватный человек делать не будет Но, сами понимаете, им нужно нарисовать соломенное чучело С которым они потом будут бороться Потому что, ну как еще нам журналистик-то заниматься в самом деле Любое сопротивление идеи о том, что игры можно проходить каким угодно образом Главное, чтобы их пройти Оно обусловлено исключительно желанием убрать из индустрии кого-то другого Так сказать, категорию людей, которая тебе не нравится Для того, чтобы почувствовать себя элитным настоящим геймером торговая марка И, знаете, с одной стороны я могу понять То, о чем здесь нам журналист говорит Если имеются в виду другие люди Да, если имеются в виду не игровые журналисты А какая-то другая группа людей, которая хочет в игры погрузиться Но у нее это по каким-то причинам не получается Потому что она не находит такой челлендж веселым Потому что у нее возможности ограничены Это окей Это я могу обсудить Это я могу понять Но только мне вот кажется, что игровой журналист Здесь поясняет скорее за себя и за свою индустрию В которой он задействован И вот тут уже это сопротивление обусловлено другими причинами Оно обусловлено непониманием того Почему игровые журналисты за счет своего профсоюза Зарабатывают какие-то бешеные Несразмерно большие своим собственным заслугам деньги И потом еще поясняют обыкновенным игрокам То, как они должны думать Как они должны вести себя И как они должны жить Это не совсем справедливо, на их взгляд И да, я тоже согласен с этим Мне кажется, что если ты берешь на себя Гордый титул видеоигрового журналиста Представим на секунду, что мы живем в мультивселенной Где его еще можно спасти Спойлеры нельзя, но представьте на секунду То должна же у тебя быть хоть какая-то Журналистская ответственность Должен же ты пытаться хоть какую-то правду Своей аудитории рассказать Не учить ее жить А может быть предоставить ей материал Который она хочет прочитать Который она хочет увидеть За которым она сюда пришла Материал по тому Нужно ли тебе покупать игру или нет То есть критику профессиональную Как эту профессиональную критику предоставить Пройдя через игровой опыт И рассказав об этом игровом опыте Своему читателю Или может быть зрителю в видеоформате Мне кажется, что только так Обзоры делать и надо Ну а как иначе В конце концов я так делаю Но профессиональный печатный игрожур Этого по какой-то причине не понимает Он руководствуется другими принципами Да, он руководствуется принципами СММ Он руководствуется тем, что нужно Как можно больше материала За как можно меньший промежуток времени На свой сайт выкинуть Для того, чтобы заработать Хоть какие-то гроши С рекламных баннеров инвесторам Которые по каким-то причинам Продолжают до сих пор платить им зарплаты Чисто из-за профсоюза Других адекватных причин я не вижу И потом они же самые Вот эти вот же самые люди Которые работают исключительно на трафик Потом учат своих читателей Как жить И удивляются, почему печатная игровая пресса Больше нахрен никому не нужна Что же до непосредственной темы Игровой сложности Я надеюсь, что вы мою позицию поняли Могу только посоветовать Double Fine Но не отпугивать свою собственную аудиторию Которая вообще-то будет вам за этот продукт Платить деньги Если вы считаете, что Высокие сложности в тех или иных проектах Не для вас Это ваше право Если вы считаете, что только высокая сложность Может оправдать какие-то достижения Это тоже ваше право Но знаете что? Давайте попробуем хотя бы немножко уважать друг друга Особенно, когда дело касается синглов В мультиплеере там понятно Ты вместе с другими игроками играешь И твои попытки играть так, как хочешь ты Могут потратить их время И могут дать все худший игровой опыт им Но это уже немножко другая тема В сингле делайте вообще что хотите Какая к чертовой матери разница Имею ввиду, что дальше Что дальше Мы будем критиковать людей за то С какого пола людьми они предпочитают спать Что тогда точно Подписывайтесь на канал Культа с живьем Ставьте лайки с комментариями Для того, чтобы мое видео в алгоритмах продвигать Спасибо вам за колокольчик на все оповещения И спасибо вам за то, что вы такие классные Люблю вас, мальчики и девочки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok